Всем привет! Сегодня мы будем учиться выполнять маневры и фигуры пилотажа, которые вам обязательно пригодятся в будущем. Давайте начнем с бочки. Владение этим приемом даст вам возможность снимать с шести противника, пропуская его вперед. Простая горизонтальная бочка выполняется довольно-таки просто. Мы даем ручку на себя, создавая угол 10-15 градусов и работая элеронами, производим вращение вокруг своей оси на 360 градусов. После начала вращения и прохождения крена в 45 градусов, нужно отдать ручку от себя, чтобы не дать самолету опустить нос ниже линии горизонта, а перед завершением бочки потянуть ручку на себя. Чтобы не дать опустить нос ниже горизонта и достичь строгого вращения вокруг продольной оси, есть еще один вариант исполнения. В нем мы также начинаем вращение с подъема носа самолета, затем идет вращение, и подходя к углу 90 градусов, например, при правом вращении правое крыло направлено вниз, мы выжимаем левую педаль до момента, когда самолет перевернется на спину, и мы окажемся вниз головой. Затем мы продолжаем вращение, и теперь, когда левое крыло окажется внизу, нужно выжать правую педаль. Перед завершением вращения педали ставим в нейтральное положение и выходим в горизонтальный полет. Но такой простой бочкой мы не сможем эффективно снимать с шести противника, поэтому лучше использовать размазанную бочку, в которой к работе элеронов добавляется использование руля высоты. Такую бочку еще называют кадушкой. Начало исполнения такого маневра начинается с незначительного задирания носа и последующим креном в нужную сторону вращения. Удерживая ручку на себя, нужно отклонить ручку в нужную сторону вращения. Таким образом, самолет совершает не только вращение в горизонтальной плоскости вдоль своей оси, но еще и спиральное вращение относительно линии предполагаемого полета. Насколько размазанной получится бочка, вы выбираете сами движение ручкой на себя. Помните, чем больше вы выставите тангаж, ручка на себя, тем размазанней получится бочка. Если переборщить с тангажом, то это может привести к большой потере скорости и сваливанию. Есть еще вариант. Это размазанная бочка со скольжением, в которой добавляется работа руля направления. Выполняется так же, как и размазанная бочка, но при правом вращении выжимается левая педаль, а при левом правая. Мы направляем руль горизонтального направления полета во внешнюю сторону, выполняемый спиралей, и тем самым выполняем более сложную траекторию полета, которая больше затруднит прицеливание противника. Но все равно против опытного противника такое выполнение размазанной бочки может не привести к желаемому результату, и в процессе выполнения маневра нужно добавлять особые действия, о которых я расскажу в уроке «Как снимать 6». На своем опыте могу сказать, что лучше выполнять вращение в ту сторону, в которую вам удобнее. Лично мне нравится выполнять вращение именно в правую сторону, на любом самолете. Фигура пилотажа петля. Выполнение петли производится на скорости не ниже 390 км в час. Потянув ручку на себя, самолет начнет подъем, и вы окажетесь в положении головой вниз, находясь в верхней точке. В верхней части петли ваша скорость будет минимальна, и это может привести к сваливанию. На разных самолетах скорость входа в петлю разная, и при недостаточной скорости выполнение правильной петли невозможно. Если вы чувствуете недостаток скорости и начинается сваливание, то нужно прибрать тягу или выпустить закрылки. После прохождения верхней точки, начните спуск, убрав закрылки, выводите самолет из пикирования после набора скорости минимум 200 км в час. Дайте самолету разогнаться, не мешайте ему лететь. В идеальном исполнении, ваша скорость и место при завершении петли должны быть одинаковы. То есть, в каком месте вы начали, при какой скорости, в таком месте и закончили, на этой же скорости. При выполнении петли нужно следить за креном и не допускать его на протяжении всего маневра. Использовать петлю можно в боях на Як-1 и И-16 против мистершмиттов. Если в равных условиях начинать выполнять петлю, то мистершмитт проигрывает бой, так как не может проходить верхнюю точку петли так быстро, как это делает Як-1 и И-16. Следующая фигура называется боевой разворот. Его применяют для разворота на 180 градусов с уходом через верх с небольшим креном, разменивая скорость на высоту, которую можно вернуть, начав пикирование. Обычно такой маневр используется в бою после схождения с противником или штурмовки наземных целей, чтобы быстро развернуться на цель. Выполняется следующим образом. Даем небольшой крен в нужную сторону разворота и тянем ручку на себя. В верхней точке выравниваем самолет в горизонтальный полет и встаем на нужное направление. Скорость при выравнивании должна составлять более 200 км в час, чтобы уверенно управлять самолетом. Сплит. Очень эффективный маневр, который может применяться как для начала атаки, так и для снятия свасти противника. Исполняется следующим образом. Из прямолинейного полета мы делаем переворот элеронами на 180 градусов и, находясь головой вниз, тянем ручку на себя, выводя самолет в горизонтальный полет, при этом мы изменяем направление полета в другую сторону. Сплит является одним из самых эффективных маневров для снятия с шести у немецких самолетов, так как разгон и скорость пикирования у них, конечно же, лучше, чем на советах. Использовать сплит можно при атаке противника на встречном курсе, когда противник заходит под вас, вы делаете сплит и атакуете его на большой скорости. Следующая фигура – имельман. Она похожа на сплит, только исполняется через верх и требует большей скорости. Из горизонтального полета начинаем делать петлю и в верхней точке даем педаль и крен в желаемую сторону переворота, изменив направление полета в другую сторону. Когда противник проходит выше нас на встречном курсе, можно сделать имельман и выйти ему в шесть. Только начинать имельман нужно заранее, чтобы выйти на минимальную дистанцию открытия огня, так как скорость после маневра будет меньше, чем у противника, и он быстро будет удаляться от вас. Маневр йо-йо бывает верхний, бывает нижний. Обычно используется как прием против стоящего в глубоком вираже противника на более маневренном самолете. Цель такого маневра заключается в том, чтобы, не повторяя траекторию противника, выйти на позицию для стрельбы, пройдя через расстояние, срезая путь до противника. Верхний йо-йо выполняется следующим образом. При входе за противником в вираж мы не идем по его траектории, а делаем набор высоты в его сторону, изображая некую дугу. В верхней точке направляем самолет вниз, увеличивая крен, и подрезаем угол, помогая педалями. Если все делается правильно, то через 3-4 таких восхождения вы должны выйти на позицию для стрельбы. Нижний йо-йо выполняется зеркально через низ. Если у вас самолет скороподъемнее, чем у противника, то лучше выполнять верхний йо-йо, пользуясь своим преимуществом в наборе высоты. Фигура горка. Горка представляет собой набор высоты под большим углом относительно земли, разворотом в верхней точке на скорости близкой к сваливанию и последующим пикированием или разворотом. Уходить на горку нельзя с противником на 6, это очень опасно. В верхней точке у вас будет маленькая скорость, и по вам будет достаточно легко попасть. При наборе высоты нужно держать самолет без крена. Подходя к верхней точке, когда скорость будет в пределах 160 км в час, работая элеронами, дать крен в нужную сторону разворота или дать ручку от себя, уходя в пикирование в том же направлении. То есть, если вы хотите сделать разворот, то нужно дать крен. Если вы хотите войти в пикирование, то даем ручку от себя. Если чувствуется сваливание, то нужно сбросить тягу, так как самолет будет более устойчив. Разворот лучше выполняется в противоположную сторону вращения винта. Разворот на горке, он же Ранверсман. Очень полезный и нужный прием воздушного боя, которым должен владеть каждый верпил без исключения. Начало выполнения такое же, как у маневра горка, но начинать разворот в верхней точке нужно на более низкой скорости, где-то 90-120 км в час. Самолет начнет заваливаться на крыло, и в этот момент нужно выжать педаль в сторону заваливания, развернув самолет в противоположную сторону на 180 градусов, то есть поменять направление полета. Для более быстрого разворота можно плавно потянуть ручку на себя и дать крен в сторону разворота. Так же, как и в случае с маневром горка, нельзя выполнять с противником на 6, на близком расстоянии, так как в верхней точке вы окажетесь без скорости и станете легкой мишенью для противника. Маневр ножницы. Один из самых лучших приемов для защиты с возможностью выхода на контратаку. Используется для снятия противника с 6, пропуская его вперед из-за частой смены направления, при которой противник проходит меньшее расстояние. Самолеты, которые имеют отличный ролл, то есть перекладку с крыла на крыло, проще говоря, имеют больше шансов скинуть противника с 6, чем те, у которых ролл вялый, медленный, например, как кулак 3. Начинаются ножницы с правого или левого виража, при этом вы должны постоянно контролировать противника и четко понимать, в каком месте он сейчас находится. Например, мы видим противника у себя на 6, и его левое крыло немного опущено вниз. Значит, ножницы лучше начинать с правого виража. Уходим в вираж, смотрим за противником, и если он пойдет за вами, то сразу перекладываемся на левый вираж. А если не пойдет... Ну да, как это он не пойдет? Еще как пойдет, куда он денется? В общем, затянув противника в ножницы, ваша задача чередовать виражи вправо-влево так, чтобы противник не смог прицельно стрелять и летел по прямой. А так как мы делаем змейку, увеличивая время на прохождение этой прямой, то противник пройдет этот прямолинейный участок быстрее и окажется впереди нас. Есть разные варианты ножниц, которые состоят из комбинации разных движений и действий, затрудняющие ведение точной стрельбы, а также реагирующие на предпринятые меры противника, такие как убирание тяги и отормаживание, чтобы не проскочить вперед. Об этом я расскажу подробно в уроке «Как снимать 6». Следующая фигура – «Хаммерхат». Очень нужная фигура, которая используется как при бумзуме, так и для завоевания высоты с выходом в 6 противнику. Выполняется следующим образом. На максимальной тяге уходим свечкой вверх и в верхней точке в зависшем состоянии резко сбрасываем газ, выжимаем педаль в сторону выбранного разворота, делаем разворот через крыло, разворачиваемся и начинаем пикирование. При использовании фигуры нужно принимать во внимание тип самолета, на котором вы летите. Если вы летите на Мессершмитте, то лучше делать разворот в левую сторону, так как винт вращается в правую сторону, и реактивный момент лета улучшит разворот влево. Разворот можно выполнять с полностью убранной тягой, а можно тягу убрать только на секунду, чтобы задать направление разворота, используя педали. Здесь главное не переборщить, выжимая педали, и вовремя начать возвращать к нейтральному положению, так как можно уйти в сваливание с последующим штопором. Ну и в завершении давайте разберем штопор, чтобы вы знали, как из него выходить. Штопор имеет несколько разновидностей, бывает обычный прямой штопор, плоский штопор и обратный, перевернутый штопор. Когда самолет перевернут кокпитом вниз, именно такой штопор является самым опасным, но и попасть в него, конечно же, надо суметь. Как мы попадаем в штопор? Обычно штопор происходит при нехватке скорости, перетягивании ручки на себя, чрезмерной работе педалей и элеронами. Все это ведет к возникновению моментов сил, которые придают самолету вращение вокруг своей оси. Если вовремя почувствовать и отреагировать на предпосылки возникновения штопора, то можно отделаться обычным сваливанием. Сваливание – это потеря подъемной силы из-за нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком, и оно не так опасно, как штопор. Давайте разберем обычный прямой штопор, который имеет наклон 50-70 градусов. Начальная стадия срыва штопор выглядит так. Увеличивается крен, капот опускается вниз, и если вы в первое мгновение не поймете, что происходит, и начнете исправлять крен от плавнения обручки в обратную сторону и на себя, стремясь устранить опускание носа самолета, то тем самым вы создаете все условия для энергичного перехода самолета в штопор. Вы в штопоре. Вы это поняли, и мгновенно должны сделать следующие шаги для вывода самолета из штопора. Сразу уберите тягу и выставьте руз и педали в нейтральное положение. Возможно, этих действий даже может хватить, чтобы самолет опустил нос и прекратил вращение, начав набор скорости. Если это не сработало, выжимаем педаль в противоположную вращению и даем немного ручку от себя. То есть, если она скрутит вправо, то выжимаем левую педаль. Если это не помогает, плавно прибавляем тягу на 100%. Ну, а если и это не помогает, то, скорее всего, у вас нет киля. Возможно, его отстрелили. Обернитесь и убедитесь, что его нету. Нету? Значит, все, прыгайте с парашютом. Ну, это, конечно, самый плохой исход. Но я уверен, киля у вас есть. Вы справились с вращением, нос самолета опустился вниз, и вы начали набирать скорость. Здесь будьте осторожны. Дайте самолету разогнаться. Не тяните преждевременно ручку, начиная вывод из пикирования, так как вы рискуете сорваться опять в штопор. Наберите скорость, не менее 180 км в час, и плавно начинайте выводить самолет из пикирования. Если земля уже близко, выпустите закрылки. Это увеличит подъемную силу. Но только не старайтесь выйти, перетягивая ручку. Вас может перевернуть на крыло, и вы просто разобьетесь. Давайте разберем плоский штопор, который сложнее, но встречается реже, чем обычный. Происходит он из-за отклонения элерона в противоположную сторону выжатой педали, например, момента ввода самолета в штопор, или когда мы уже в штопоре. Также такой штопор можно поймать на вертикали. Когда мы начинаем разворот, например, в правую сторону педали выжаты в левую, и также еще тянем ручку на себя. Для вывода из плоского штопора также сразу убираем тягу, выжимая педаль против направления вращения. Если этого недостаточно, и вращение не прекращается, то отклоняем ручку от себя до упора и в сторону вращения. Ждем прекращения вращения и опускания носа самолета с последующим пикированием для набора скорости. Также преждевременно не тяните ручку на себя. Ну и самый опасный, но редкий штопор это обратный перевернутый штопор. В игре он чаще может наблюдаться на самолете Focke-Wulf 190 в момент, когда вы отдаете ручку от себя. Вывести ее очень сложно, но можно. Для этого нужно убирать тягу, выжать педаль против вращения. Если это не помогает, то взять ручку управления на себя за нейтральное положение. Ребята, цель этого урока познакомить вас с основными фигурами и маневрами, чтобы вы знали их название и имели хотя бы представление, как они выполняются. Конечно, если вы научитесь их выполнять, то это очень повысит ваш уровень и поможет в дальнейшем побеждать или просто не попасть в неловкое положение, когда вам скажут в тест, например, уходи, делай сплит или пропускай на ножницах, а вы даже не понимаете, о чем речь и не знаете, что делать. Поверьте, вам это нужно. Потренируйтесь, попробуйте. У вас все получится. Я желаю вам успехов. Увидимся в следующем уроке. Пока.